здравствуйте дорогие друзья христос посреди нас сегодня мы с вами продолжаем читать евангелие от луки мы будем читать с вами дальше девятую главу зачало 45 а это будет зачало о преображении господнем и начнем мы с вами со стиха соответственно 28 и дойдем до 36 тем кто читает на русском языке я рекомендую открыть уже евангелие свои да потому что мы будем читать как обычно по церковно-славянски сразу хочу предупредить что тех кого интересует сама гора фавор праздник преображения подробности о монастыре на фаворе немножко этот выпуск разочарует мы будем говорить больше о богословском значении преображения о вещах каких-то очень личных и скорее даже актуальных на сегодняшний день для нас если же кому-то нужна именно вот такая паломническая информация 19 августа в день преображения мы делали выпуск о преображении в нашем блоге святая земля сегодня вы можете на канале этот плейлист найти полистать и от 19 августа посмотреть выпуск о самом событии преображения в смысле моего исторической части да и о том как на горе фавор что построено когда кем что происходит так далее то есть вот эти все вещи это в том выпуске праздничном ну давайте начнем бысть же послави всех всех яку дни осень и поем петра и иоанна и иакова взыди на гору помолитесь и бысть всегда моляшися видение лица его и но и одеяние его бела блистаяся и сему же два с ним глаголющая я же беста моисей и илья явшись и во славе глаголаста же исход его и же хотяши скончате в иерусалиме петер же исущие с ним бяху утягченье сном обучшися же видишь и славу его и оба мужа стоящие с ним и бысть всегда разлучистося от него речи петерка иисусу наставниче добро есть нам зде быти и сотворим сени три един у тебе и един у моисееви и един у илии не веды ежи глаголаши все же ему глаголющу бысть облак и осени их убояшись и жившедшим им во облак и глаз бысть из облака глаголя сей есть сын мой возлюбленный таго послушайте и и егда бысть глаз обретиси иисус един идти умолчаше и никому же возвестише в тие дни не чесоже от тех я же видиша здесь мы с вами видим продолжение зачало за кого почитают меня люди потому что там господь обещал апостолам что они не вкусят смерти пока не увидят царствие божие грядущие в силе и вот собственно говоря этот момент и настал когда христос являет апостолом свою славу когда господь дает ему видеть нетварный свет любви и благодати божией дело в том что каждый из нас наверное когда-то задумывался что же такое царствие божие царствие небесное вообще к чему мы стремимся до чего мы хотим там за гробом получить я думаю здесь может быть бесконечный список вариантов у каждого есть что-то свое да один человек например представляет себе что там за гробом наконец-то он избавиться от своей горести и трудности которые здесь его всю жизнь преследует там будет покой радость не будет тревог и волнений кто-то представляет себе что там ему будет воздано по заслугам что здесь на земле его недооценивали а там за гробом наконец-то господь воздаст ему все что ему полагалось на этой земле кстати такое понимание близко исламу ислам ведь принципе основан на христианстве на переработке так скажем христианского учения не к некоторому прощение даже его и вот соответственно там понятие рая это да много женщин у каждого мужчины будет много баранов будет много еды счастье так далее то есть такая полнота бытия правда мусульманские мистики да суфи говорят что это конечно только лишь аллегории да понятно не нужно ожидать этого буквально но тем не менее большинство людей простых людей именно так понимают рай кто-то возможно ожидает еще чего-то да можно перечислять и фантазировать здесь многое может быть даже каждый из нас сейчас задумывается так а чего ожидаю я да а вот здесь в евангелии господь дает нам абсолютный и исчерпывающий ответ на вопрос что такое царствие небесное святитель григорий палома проповеди на преображение говорит нам христос обещал апостолам что они увидят царствие небесное грядущие в силе что такое царствие небесное это сам христос где христос там и царствие небесное вот поэтому господь и говорит нам евангелие то что царствие небесное внутри вас она начинается уже здесь на земле когда у человека в сердце нет кумиров нет идолов а есть у него там один христос и вот здесь у нас свое понимание начинает такое до возникать в голове что значит в царстве небесном как и на горе фавор собственно кроме христа вот никого и не будет а вот хотим ли мы быть со христом нужен ли он нам тогда возникает вопрос а как мы понимаем христа а кто такой христос хотим ли мы быть с ним в такой близкой дружбе и в близком соединении можно сказать это даже дружбы нельзя назвать это больше чем дружба да это самое близкое соединение и с сужитие как бы да со христом то есть как писал нам иоанн кронштадтский помните книга замечательная моя жизнь во христе то есть пребывание прямо в нем а хотим ли мы этого кто такой общий христос да вот опять же для кого-то это сила для кого-то христос это сила это кто-то небесный царь который может дать ему все и на этой земле если он будет усердно ему служить и все исполнять и так сказать да строить для него очень большие храмы с очень дорогими украшениями и так далее и здесь на земле он ему даст власть силу богатство положение но и там в царстве небесном соответственно тоже за его праведную жизнь так сказать да за то что он усердно ему служила праведный заключается в основном в том чтобы усердно этому царю служить да вот это очень важный момент я не случайно об этом говорю в знаете в евангелии вот фарисеи и саддукеи что они бога не любили нет они любили бога но только они его любили как бы мы сейчас сказали современным языком по-своему да то есть они понимали что бог пошлет их 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 создатель их как бы патрон ну так назовем да пошлет мессию земного царя который сделает их премьер министрами министрами даст им богатство деньги архиереем даст тоже а закрепит их позицию в храме перед народом то есть даже там все земные блага вот это такое как бы было абсолютно понятие и они именно такого мессию ожидали почему христос их так глубоко разочаровал потому что он был полной противоположностью вот этого портрета да то есть от отца приходит сын от главного патрона от главного шефа от главного пахана крестного отца покровителя ну как хотите так и назовите как вам удобнее как вам понятнее да приходит его сын царь мессия помазанник до который является его частью является его неотъемлемой частью и устанавливает на земле царство израиля богатство славу архиереи становится еще выше еще как бы значимее соответственно получают полную власть да и вот так народ живет в таком вот земном раю как бы вот это было их понятие и до сих пор в иудаизме в принципе говорят вот мессия придет он наведет порядок вот это все безобразие прекратится все эти эпидемии все эти экономические кризисы да то есть вот такое понятие и в принципе в христианстве есть большое количество людей которые именно так к христу относятся при том они называют себя православными они вполне верующие люди в смысле что они верят в это в то о чем я сейчас говорю и соответственно ко христу у них большой страх трепет уважение соблюдение буквы закона от и до до для того чтобы эта сила закрепила твое положение на этой земле но и в будущем веке соответственно как автоматически переходит одного к другому тоже раз ты здесь был к нему приближенный но значит это тамбур соответственно тоже не на задворках уж точно однако такой образ христа хотя мы с вами однажды беседовали о том что христос наш царь и действительно мы должны понимать это в смысле его святой воли над нами и так далее но это уже другая тема мы об этом говорили тем не менее этот образ христа очень сильно отличается от образа евангельского дело в том что если мы внимательно вчитываемся в евангелие мы видим христа настоящим вот таким каков он есть каков он вот попробуем нарисовать его портрет христос очень прост христос беден христос абсолютно чужд любого лицемерия и лжи вот в каком бы виде она не выражалась то есть ему это чуждо абсолютно христос очень прям в своих суждениях господь часто говорит нелицеприятные вещи и как ему говорят фарисеи саддуки ты смущаешь народ вызываешь народ на возмущение он клеветник он богохульник помните как христу до кричали он как он смеет называть себя сыном божиим как он смеет сомневаться в наших архиереях там еще что-то да то есть он абсолютно не лилейного келейного благоговейного нрава христос очень резок местами да господь и это происходит не от его гордости потому что него его просто нет у него нет грехов это происходит от огненного горячего горячего любовью сердца и вот такой человек с большой буквы бога человек кристально честный кристально чистый чуждые подхалимство лжи и вранья чуждые всех земных таких вот мелких наших амбиций интересов каких-то стремлений вот он ждет нас распростертыми объятиями и в этой жизни и в будущей и вот встает вопрос а мы хотим этого каждый христианин на на себе задает правда же такой вопрос а я хочу этого или это что то совсем для меня не милое и не близкое если же мы испугаемся такого образа христа это значит что у нас душе может быть есть еще кумиры идолы идолами и кумирами это ложные боги ими могут быть самые святые вещи такие как родина такие как лидер какого-то политического движения или страны или ту чё угодно да этим кумиром может быть наша работа этим кумиром может быть могут быть даже наши дети не дай бог потому что когда господь может их изобрать у нас если мы слишком уж да вот просто дышим и живем этим и не и забываем о том что они христовы они его так же как и мы этим кумиром может быть родная природа родная земля да что угодно родина вообще да все может быть кумиром то есть кумир и дал это что-то что дороже христа что важнее христа что роднее христа и ближе христа соответственно вот тогда у нас может возникнуть сомнение ой чего-то в такое царствие небесное я не хочу то что мне там будет безумно скучно и неинтересно так сказал один старец одной пришедший к нему женщине что вам там будет скучно до в царстве небесном вот действительно это это страшно если мы так вдумаемся вот что было на фаворе камни деревья христос и этот свет свет великий свет чудный но свет страшный потому что он все высвечивает хуже рентгена все что у нас внутри в душе в сердце в мыслях этот этого света нельзя скрыть ничего ничего не скроется ничего не утаится и вот пребывать в этом свете со христом в царстве небесном сможет тот чьи дела огнем испытается и в огне устоят не тот будет в этом царстве небесном кто строил великие монастыри и храмы не тот кто даже благодетельствовал огромному количеству нищих и детдомов не тот кто стоял за правду и справедливость в этой жизни а тот у кого дела устоят в этом огне то есть господь будет смотреть на мотивы на то почему человек кормил нищих почему человек строил храмы и монастыри почему человек стоял за правду и справедливость там или воевал или ну любые можете привести примеры у каждого поступка есть мотив то что мы видим результат это как бы листики а господь видит корни господь видит ради чего человек это делает это делал да и вот от этого света вот это все не утаится и поэтому мы видим с вами здесь обетование то царствие небесного но и очень высокую сложную цель для нас поэтому поистине достичь чистоты такой чтобы в этом свете испытать счастье общение со христом а не жуткое угрызение совести от того что вот теперь я вижу как какой я кошмар да вот тут может помочь только господь потому что достичь такого совершенства своими силами не может из нас абсолютно никто вот поэтому начинается царствие небесное уже в этой жизни мы начинаем стяжать христа в своем сердце истреблять из сердца идолов и вот соответственно господь наш апостолом как бы авансом дал пережить это счастье готове их к тяжелейшим подвигам которые предстоит пройти им предстоит пережить страшное испытание отчаянием унынием разочарованием когда они увидят господа на кресте когда будут хоронить его им пережить предстоит пережить его воскресенье и поверить в него им предстоит пережить тяжелый апостольский труд мученическую кончину и вот для того чтобы укрепить их он дает им увидеть что вас ждет там там вас жду я в этом божественном свете петру было так хорошо что он даже захотел на веки вечной остаться на фаворе хотел построить кущу куща это палатка до 7 опять же здесь ассоциации с праздником конечно же суккот по моему я об этом тогда даже рассказывала 19 августа что у евреев есть праздник сбора урожая суккот и ставят палатки как бы в памяти своей нищете и вот как в египте жили в палатках вот так и тут они ставят такие шатры палатки с плоской крыши прямоугольники и в них собственно говоря надо и пищу вкушать но и в древности в них собственно и жили да вот все восемь дней праздника а здесь как раз по прошествии дней восьми то ли это восемь дней они путешествовали от кесарии филипповой до фавора то ли это восьмой день праздника а на восьмой день праздник совершалась в храме множественная осана и особо ожидали пришествия миссии спасителя так что вот поэтому здесь тогда может быть понятно почему петр хочет построить кущу чтобы остаться еще на фаворе ну или что просто него ассоциации возникли с этим суккот все-таки осенью а преображение у нас в августе суккот в октябре но может быть суккот исторически то есть преображение исторически было на суккот а потом перенесли преображение на 19 как праздник а может быть и петра ассоциации просто возникли но в любом случае мы видим что он хочет остаться здесь он просто не хочет разлучаться со христом в его славе то есть он предчувствует эту вечность это счастье которое будет для него для апостолов кроме христа никто и ничего было не нужно в отличие от саду киев и фарисеев до которые потерпели к сожалению полный крах своих ожиданий до им ничем хорошим их мечтания чаяни не закончились у постов же наоборот поскольку их ценностью их святыней их главным сокровищем был сам христос вот с ним они оказались в царстве небесном где сокровище ваше там будет и сердце ваше вот мы с вами немного поговорили сегодня о преображении будем читать на следующей неделе дальше продолжение евангелия завтра же утром я как обычно жду вас на утреннем кофе однако пометуя нашу прошлую встречу и реакции некоторых людей скажем так совершенно для меня странные непонятные но я прошлое кофе удалила просто для того чтобы не вызывать вот этих реакций я хочу во-первых предупредить что программа называется утренний кофе не утренний какао не утренний горячий шоколад не утренний кофе с молоком может быть мы такую программу тоже запустим где я буду говорить исключительно вещах крайне приятных позитивных и симпатичных программа называется утренний кофе кофе напиток бодрящий трезвящий и но горьковатый на вкус хотя бывает очень приятным поэтому тут как бы если вы любите кофе и не боитесь его пить приходите мы будем говорить о 10 заповедях завтра я думаю что эта тема очень важно для нас всех можно ее обсуждать будет и размышлять применять к своей собственной жизни к жизни вокруг нас и таким образом мы может быть подготовим себя к восприятию других более сложных уже тем о которых мне говорить с вами все же хочется потому что говорить постоянно только о погоде природе святых местах это здорово мы это делаем собственно выпуск блога по пятницам но хочется еще и говорить об актуальных темах о темах которые болят о темах которые хочется как-то для себя понять осмыслить прийти к ним как-то да найти себя найти свое мнение правильное и тут как бы нужна наверное подготовка просто некоторым из нас и мне возможно тоже естественно да я тоже постоянно пытаюсь расти меняться и как-то в лучшую сторону пытаюсь по крайней мере но вот и я приглашаю вас всех кто хочет всех кому интересно всех же кому не интересны такие вещи и всех кто хотят только получать исключительно позитивные добрые эмоции и продолжать изучать святую землю мы приглашаем в пятницу на выпуск нашего блога святая земля сегодня сама не знаю куда мы еще отправимся но куда то отправимся и быть что-то интересное у нас просто локдаун поэтому это что-то будет недалеко от дома но еще много интересного недалеко от дома у нас есть так что думаю выпуск как всегда вас не разочарует а ну вот и все на сегодня я желаю вам помощи божией желаю вам радости мира сердечного и всего самого хорошего до скорых встреч